Здарова народ, это Захарджан. Я смотрел разные воды, видео, на форуме лазил и везде народ спрашивает, как же нужно правильно клинбиться на всяких разных самолетах, какой нужно брать угол, какую нужно брать скорость, чтобы клинбиться максимально быстро и эффективно, чтобы быстро занимать высоту и всех бумзумить наспирь. Вот честно признаться, мне этот вопрос тоже был интересен, потому что до сих пор я клинбился, ну чисто на глазок там выставил, угол какой-нибудь там, скорость более-менее плюс-минус набрал, ну и заклимился, хорошо не заклимился, да и хрен с ним. Я сыграл в тундре больше тысячи боев в истории и я хочу играть настолько эффективно, насколько это возможно в принципе. Сами понимаете, эффективно играть на глазок это плохая затея, поэтому я решил провести несколько испытаний для разных самолетов, чтобы узнать, какой же угол клинба и какая скорость клинба является оптимальной для большинства самолетов третьей и четвертой эпохи. Я испытал 5 основных самолетов, по одному самолету для каждой из наций, от Америкосов до Епошек. Это были самые такие, самые кондовые самолеты, самые матерые, самые распространенные. Но для начала пару слов о клинбе и о высоте вообще. Что такое клинб? Климб это набор высоты. Если вы летите прямо и вверх, вы клинбитесь, вы набираете высоту. В чем смысл набора высоты? Ну, в War Thunder есть поверье, кто выше, тот и батька. Но для сферического воздушного боя в вакууме это действительно так. Кто выше забрался, тот и батькой стал. В исторических боях. Но реально интересные бои не Team Desmatch, который вот в аркаде происходит или в большинстве исторических боев на обычных картах. А по-настоящему интересные бои, которые заключаются не в том, чтобы просто убить всю команду противника, а в которых есть более интересные задачи, которые как-то разнообразят геймплей. Например, большинство боев в событиях или грядущие танковые бои смешанного типа, то есть танки с самолетами, сделают так, что просто упоротый набор высоты до посинения будет фактически бессмысленным. Понимаете, высота это такая сложная вещь. Дело в том, что большинство самолетов в этой игре, ну чисто на мой взгляд, фактически не получают истинного преимущества от набора высоты, скажем, больше 4-5 километров. Есть самолеты, которым высота дает истинное, настоящее тактическое преимущество. Это высотные истребители, эскортные самолеты типа Мустанга, Тандерболта, Темпеста британского и чистые бумзумеры, типа ФОК немецких и Мессеров 109. Да, этим самолетам имеет смысл клиниться до посинения, прямо аж в космос. Потому что Мустанги, они по-настоящему раскрываются именно на больших высотах. А ФОКи, у них высота это вообще единственное преимущество, которое в принципе у них может быть. Потому что они могут лететь либо вверх, либо вниз. Вбок, вправо, влево они не летят. Если ФОКа теряет высоту, то она фактически становится живым трупом. Да, этим самолетам имеет смысл набирать высоту как можно больше. Но в большинстве других самолетов высота, она не дает настоящего преимущества. Она дает преимущество, но это такое вялое якобы преимущество. То есть оно вроде как есть, а вроде как его нет. Например, советским самолетам клинт больше 4 километров. Это такая своеобразная форма мазохизма, когда вы климбитесь на 7 км и летаете там как бревно. А вас дрючат высотные истребители. Те же ФОКи, Мессеры и так далее. В то время как наземка отсасывает где-нибудь внизу, потому что вы на нее забили. Для британских истребителей типа спитов высота спиты, они как бы офигенно климбятся, поэтому по умолчанию все думают, что нужно в космос на них лететь. Но опять-таки вы летите в космос и что вы получаете? Вы получаете самолет, который быстро теряет энергию при наборе скорости. То есть вы пытаетесь кого-то пробомзумить, и у вас очень быстро кончается энергия. Вы не можете вернуться на высоту, и вы сливаете тем же ФОКом, тем же Мустангом. Ну короче, вы поняли. Поэтому спиты и высота тоже такое преимущество шаткое. Взять епошек, зерошки, которые, как обычно, я вижу картину, зерошки климбятся на 6 км, на 7 км. Обычные такие классические зерошки. Зачем они туда климбятся, я ума просто не приложу, потому что они как спиты, только хуже в 2 раза. И плюс ко всему, они в принципе не могут бумзумить, особенно в новом патче 1.37. То есть бумзумить на японцах, это вообще бред у Малишонова. Зачем они климбятся, я вообще честно не понимаю. Те же Шиденкаи, тоже у Фалеты. Если они климбятся 25 метров в секунду, то это как бы подразумевает, что они тоже должны климбиться по умолчанию. Но я вижу, когда климбятся Шиденкаи на 6-7 км, а я на мустанге лечу, ну заклимбились они на 6 км. Что они могут сделать со своей высотой? Они пытаются на бумзум... Они думают, если у них преимущество в 2 км, они пытаются тебя пробумзумить, то что? Они пытаются бумзумить, но и они не догоняют, потому что они тоже теряют энергию при бумзуме. Как спидфайры, только еще хуже. То есть, сколько бы они не бумзумили, это такая бессмысленная затея, брать высоту больше 5 км на Шиденкаях, но все это делают, потому что им больше делать нечего. Как-то так получается. В общем, полеты в космос и климб на 5 с плюсом километров для большинства самолетов, которые я вижу в каждом бою в War Thunder, в каждом историческом бою, для меня это попросту бессмысленное затягивание боя, на мой взгляд. Так вот, я провел серию тестов по климу для основных самолетов. И сейчас покажу вам таблицу с результатами, чтобы вместе с вами выяснить, так сказать, самые оптимальные параметры для климба самолетов. Давайте перейдем к таблице с испытаниями 5 основных самолетов, основных держав. Итак, в первом столбце самолет, который испытывался, дальше примерно масса самолета, угол, под которым самолет климбился, скорость конечной точки, высота, на которую взлетел самолет за 4 минуты, начиная со старта двигателя на аэродроме, энергия самолета в конечной точке и расстояние, на которое самолет взлетел от аэродрома. Чтобы лучше понять зависимость угла климба от эффективности климба, лучше взглянуть на этот график. Например, здесь видно, что кривые, которые описывают эффективность климба, имеют вид колокола. Например, для зарожки А6М3 и Мустанга идеальным углом климба является угол в 15 градусов. При таком угле они показывают максимально эффективный результат. Если увеличивать угол или уменьшать этот угол для этих самолетов, то эффективность климба на них либо не увеличивается, либо падает. Для тех самолетов, которые климбятся очень хорошо, например, для немецкого Фридриха F4 и для британского Спитфайра МК-9, идеальный угол климба составляет примерно 25 градусов, соответственно и 22,5 градуса. Для советского Як-3 идеальный угол климба это 20 градусов ровно. Если вы внимательно проанализируете эту таблицу, вы сможете сделать несколько интересных выводов. На мой взгляд, на самолетах с хорошим климбом больше 20 метров в секунду использовать идеальный угол климба с максимальной эффективностью порядка 20-25 градусов не имеет просто совершенно никакого смысла. Дело в том, что вы при таком клинге будете так быстро набирать высоту, при этом так медленно отлетать от филда, что к тому моменту, когда вы подлетите к центру карты, к предполагаемому месту контактов с противником, вы будете на высоте около 7-8 километров. А это я вам скажу очень много. Ваш клинб будет длиться очень долгое время, больше 5 минут. Это очень скучно, во-первых. Во-вторых, вам придется высматривать контакты под собой. Они будут внизу, это я вам гарантирую. Вы внизу вряд ли что-то сможете увидеть, потому что с новой системой видимости контакты, которые под вами находятся, их видно очень плохо. Вам по-любому придется спуститься вниз, чтобы их рассмотреть. К чему я, собственно, иду? На мой взгляд, для практически всех самолетов 3-й и 4-й эпохи есть оптимальный угол клинба. Если вы, опять-таки, внимательно посмотрите на эту таблицу, это угол 15 градусов. Если вы не знаете, на что способен ваш самолет, если вы задаете себе вопрос, под каким мне углом клинбиться, клинбитесь под углом 15 градусов. Если вы ориентируетесь по скорости, то берите скорость клинба примерно 320-350 км в час. Это идеальный вариант практически для любого самолета. Если вы будете клинбиться под таким углом, то за 4 минуты вы доползете примерно до середины карты. И дальше уже вы сможете сделать выводы. Вы увидите контакты противника, вы увидите обстановку и сможете сделать выводы, что вам следует дальше делать. Клинбиться еще выше или уже начинать атаковать. При всем при этом у вас будет достаточный запас кинетической энергии, ну то есть скорости, чтобы начинать совершать какие-нибудь там маневры, бум-зумить, подниматься за врагом или уходить вниз на пикирование, чтобы делать резкие разороты и все такое прочее. В общем, если не знаете под каким углом клинбиться на данном конкретном самолете, берите угол 15 градусов, не прогадайте. Продолжение следует...